В лютую стужу по северному морскому пути, скованному льдом Енисею, мощные ледоколы ведут караваны судов в заполярную дудинку. Крепкий союз мороза с ветром, долгая зима, все отступило перед людьми, прорубившими окно в необжитую тундру. Дудинка уже самим фактом своего существования узаконила власть человека над арктической природой. Северный морской путь приобретает особое значение в связи с комплексным освоением Восточной Сибири и Крайнего Севера, намеченным партией в основных направлениях развития нашей страны. За навигацию прошлого года портовики-дудинки переработали 5 миллионов 400 тысяч тонн грузов. Контейнеры с промышленными товарами, техникой продовольствия, металлоконструкции бесперебойно круглый год поступают для строек, поселков и городов Заполярья. Природа не становится мягче от того, что ее познают, приспосабливаются к ней. Все равно работа в условиях Крайнего Севера была и остается героической. Встав на трудовую вахту в честь 26-го съезда КПСС, докеры Заполярья порта Дудинка, перевыполняя обязательства, ежедневно перерабатывают более 70 тысяч тонн грузов. Продолжение следует... Продолжение следует...